Если цитировать простоквашенное, то тебя и там и тут показывают. Это ты, Татя, которая была на Голосе или там, которая снимается в Харошоу. Кто меня видел из команды? Все на повал просто ржали надо мной. Господи, я ничего не хочу делать в этой жизни. В выходной никуда не едем сегодня. Нееет! Тебя наверняка много где или даже везде узнают. Ко мне подошла девочка и сказала, привет, это ты, Милана Филимонова. Кто-то тебя хейтит, Надеюсь, что нет. Ой, звезда пришла. В бойкот встроили, я такая, ну все, нет денег, типа, недостаточно средств. Не-не-не, я сама уже заплачу, чем вот эту штуку мне делать. А сама ты уже в кого-то влюблялась. Давай дружись. Будет даже круче, если он будет популярнее меня. Ребят, если вы не знаете имя Тасси, то NoNoNo. Всем привет, меня зовут NoNoNo, крутая. Made in Russian. Кто еще? Привет, весна. Вот поэтому привет. Всем привет, я Агния Андреева, ведущая канала ТВ Детки. И это новый выпуск программы Я Точно Звезда. Сегодня у нас в гостях, ну, очень популярная девчонка. Певица, актриса и телеведущая. А также моя любимая подруга Таисия Сколорохова. Привет! Всем-всем-всем привет, очень рада здесь быть. Спасибо тебе большое за приглашение, Агуся. Таисия Сколорохова, 12 лет, актриса, певица и телеведущая. Родилась 16 июня 2011 года в Одинцово. Творчеством Тая начала заниматься еще в раннем возрасте. В пять лет она приняла участие в шоу «Лучше всех», а уже через несколько лет исполнила свою мечту и стала участницей шоу «Голос дети». Тогда к ней повернулись все наставники, но Тая пошла в команду у Полины Гагариной. Ведет программу «Хорошо» на СТС Кидз, а также активно снимается в кино, сериалах и ведет блог на Ютубе, на который подписаны почти полтора миллиона пользователей. Нас с тобой познакомил проект «Голос дети». Да. А наше совместное видео там. По просмотрам бьет уже все рекорды. 118 миллионов. А вот теперь, признайся честно, сколько из них твои и любишь ли ты пересматривать свои видео? Ну на самом деле я пересматривала не слишком много раз, но пересматривала, видите, это всегда приятное чувство, когда ты ностальгируешь, знаешь, такой вайб ловишь. Вот как классно было тогда. И вспоминаешь все моменты, когда ты проходил в это время, в этом моменте. Но на самом деле все просмотры сделает мой младший брат Артемий. Он часто пересматривает, особенно «Дэнс Манки». Вот, и мне кажется, что там 18 миллионов из 100, мне кажется, там точно Артемий сделал просмотр. Еще и лайки наставил с разных там устройств в нашем доме, с телевизора, с телефона, мне кажется, там с компьютера вообще везде. Сколько у тебя вообще аккаунтов? Я не знаю, это Артемий, это не я. А у него сколько? Я не знаю. После «Голос дети» ты, можно сказать, по-настоящему проснулась звездой. А сейчас ты как-то следишь за проектом, там дружишь с Полиной Гагариной или что-то еще? Ну, мне кажется, ты это и сама знаешь. Да, конечно же, с ребятами из «Голоса», из новых сезонов, да, конечно же, знакомлюсь, когда вижу, что новые съемки, стараюсь посещать, знакомиться с ребятами, рассказывать о своем опыте, делимся, ведь у нас, так скажем, одни интересы, музыка, это наша жизнь, поэтому, да, конечно же, знакомлюсь, ведь новые знакомства, это всегда очень интересно и классно. С «Тетей Полей», как она говорила, помнишь, на проекте? Я с вами на проводе. Давай кричалку, давай кричалку, помнишь? Напомни. «Тетя Поля лучше всех, ее команда ждет успех». Я помню, мы когда снимали вот эту вот огромную комнату, и когда выбирали, кто с кем в тройках будет. Со стульями. Вот, да, со стульями. И тогда, помню, когда «Тетя Поля» заходила, и мы начинали эту кричалку, так говорили эту кричалку, было очень классно. Ну, а вообще, насколько ты часто с «Тетей Полей» видишься, и вообще, как это, возможно, когда получается? Не, ну, конечно же, видимся. Вот совсем недавно, наверное, вот мы виделись вместе с «Тетей Полей» на премьере фильма «Летучий корабль», там увиделись, я работала там в качестве корреспондента. И взяла там интервью, мы прям шли параллельно и разговаривали, болтались с «Тетей Полей», всегда такие теплые чувства, когда встречаемся, такой комфорт, вот сразу чувствуется, что это моя вторая мама. Ну, да, видимся, и всегда, когда, знаешь, в запрещенной грамме, когда видишь, так как чьи-то сториз там, и сердечки друг к другу отправляем, всегда очень мило получается. Ну, и, конечно же, проект «Голос уже не дети», наша с тобой любимая «Тетя Поля» тоже сидела в наставниках, вот, но когда я выступала, к сожалению, места уже не было, вот, но с первых же секунд, как только я начала петь, «Тетя Поля» меня, конечно же, узнала и в кадре говорила, вот, моя девочка там посылала мне сердечки, что все круто, все классно, зажигай, вот, поэтому «Тетя Поля» настоящий для меня наставник, и всегда для меня авторитет, и во всех случаях всегда равняюсь на нее, во всем. У тебя очень плотный график, ну, но все же, скорее всего, есть какие-то проекты, которые занимают прям большую часть твоего времени, ну, расскажи, как-то. Ну, да, конечно, сейчас график плотный, я работаю, тружусь, но в последнее время сейчас каких-то прям вот таких вот проектов нету, вот, я сейчас как-то, знаешь, ну, большую часть сейчас работаю над авторским материалом, ведь для меня сейчас одна из самых вот заветных меч для меня, это вот соли-концерт и выпуск полноценного альбома моих авторских песен, вот, поэтому, конечно, сейчас работаю над этим, очень хочу выпустить уже, вот, но пока у меня еще там не хватает песен, надо писать, работать, учиться, вот, хожу на вокал, конечно же, школу тоже никто не отменял, и съемки, и концерты, и все прочее. Давай перейдем к хорошоу на СТС. Давай. Ведь ты теперь основная ведущая, и вообще расскажи, как проходит работа с Настей и Вовой, там, весело, интересно, что вообще делаете? Ой, конечно же, съемки проходят очень весело, очень комфортно, сейчас у нас немножечко поменялся формат, то, в принципе, все осталось так же, как в плане интервью, что к нам приходят гости, вот, сейчас у нас добавляются новые ведущие, новые ребята, и их постепенно вводят в шоу, вот, поэтому иногда мы с Настей и Вовой меняемся, и даем ребятам, так скажем, проявить себя и сейчас как-то пробовать себя в шоу, вот, также у нас сейчас челленджи, знаешь, у нас добавились классные, знаешь, как гералаши, мини-гемористические такие сценки, всегда очень интересно показать себе, знаешь, с какой там актерской с твоей стороны, вот, все весело. Ой, а я видела выпуск, это, по-моему, первый выпуск первого сезона с Ириной Гриманян. Да, 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 и мы там вот играли, да, там всякие сценки, вот, скетчи, все очень классно проходит, но вот единственное, что, конечно же, устаешь немножко, потому что мы снимаем 12 программ за три дня. Ну да, устаешь ты везде, и в один день мы снимаем три гостя, ну, всегда это, ну, невероятный опыт, ведь всегда нужно вот держаться, вот, потому что это такое, сидишь на обеде, ты параллельно пока кушаешь на обеде, тебе нужно сделать прическу, переодеться, повторить сценарий, и мама такая, да, кушай, кушай, говорю, мама, потом, нету времени, и вот в такой спешке, конечно же, снимаемся, но это невероятный опыт, вот, надо расти, учиться, но иногда я так срываюсь, такая, ааа, как я устала, а потом такая, когда выходной какой-то есть, я такая, мам, сегодня выходной, и мама такая, ну да, все, отдыхаем сегодня целый день дома, и я такая, нет, мама, еще раз повтори, выходной, никуда не едем сегодня, нет, никуда не едем, ну да, все равно без дела тоже не могу сидеть, вот, видишь, даже сижу, я вот так вот все рассказываю, вот, да, ну да, вот так вот. Вот даже те, кто сейчас смотрит, они уже поняли то, что ты всегда на позитиве, и с тобой очень весело работать, по себе знаю. В общем, расскажи про какие-то смешные моменты в работе, на съемках, и вообще где угодно. Ну вот из последних смешных моментов, это были на съемках, мы были на съемках хорошо, это мы снимали скетч, я там была курьером, и мы играли вместе с Вовой, и там по сценке как бы я прихожу, и я была таким очень странным курьером, и у меня были такие вставные специально сделанные зубы нашим визажистам, нашими девочками, они специально вот так лепили, их делали, и они такие страшные, ты бы знала, я беру, так их вставляю, так вот, пшинг, и просто, и кто меня видел из команды, все на повал просто ржали надо мной, ну в плане в хорошем, но это было очень тяжело собраться, ведь, знаешь, у меня были, я тебе потом даже фотку покажу, вот, у меня были такие вот зубы, и с ними было очень тяжело разговаривать, я разговаривала вот так вот, здравствуйте, вам все это нужно подать, ну потому что вот эти вот зубы, они еще кривые, и самое главное, было тяжело собраться, потому что вот я стою, Вова так, смотри ты мне, я такая, пожалуйста, не смейся, пожалуйста, нет, и он начинает смеяться, и я потом начинаю, и режиссер такой, так, ребят, я понимаю, это сложная задача, но мы должны это снять, Это сложная задача, но мы должны ее снять. Наверняка у всех бывают такие моменты, когда энергии вообще нет, то есть ты просыпаешься и думаешь, господи, я ничего не хочу делать в этой жизни. Вот были такие моменты, когда прям ничего не хотела сделать? Ой, ну вообще я сейчас навряд ли вспомню, но у меня почти такого вообще не бывает. Я вот всегда в движении, всегда в каких-то делах, я тебе уже об этом говорила, что плотный график, и как бы, так скажем, бездельничать и вот вставать по утрам с таким настроением, у меня вообще такого не бывает. Ведь я всегда говорю, что наше настроение, наша жизнь зависит от нас самих. Вот как мы проводим время, как мы все делаем и как мы подаем себя, вот так мы и проведем свою жизнь. И я считаю, что позитив это самое главное украшение нас самих, вот это самое главное украшение. Вот, и я считаю, что когда вот нас, вот когда мы позитивны, когда мы в хорошем настроении, энергичны, и даем, как так скажем, дарим это людям, это всегда так украшает и так хорошо, вот, поэтому такого никогда у меня не бывает. Тай, так как ты у нас популярная личность, как я уже сказала в начале, тебя наверняка много где или даже везде узнают. А бывают ли какие-то смешные случаи? Да, конечно, на улицах узнают, даже когда я гуляю в своем поселке, тоже подходят ребята такие, «А, это ты, Татя, которая была на голосе или там, которая снимается в хорошо?» Я такая, да, и, конечно, я со всеми фоткаюсь всегда, я никогда никому не отказываю. Но вот смешной момент был, я вот никогда этого не забуду, ко мне подошла девочка и сказала, «Привет, это ты, Милана Филимонова?» И я такая, «Интересно!» Я такая, «Вау, интересно, очень интересно!» И я, конечно же, сказала, что нет, что я Тася. И она такая, «А, это ты, Тася?» И я такая, «Да, это я!» «Ты что, Тася? Я не знала!» Вот, ну, были такой, да, когда есть дети, которые иногда путают, там, знаешь, медийных личностей, вот, и прям подходят там, «Ой, привет, а!» Знаешь, это буквально наш такой, «Ой, привет, а ты кто?» Ну, давай я с тобой сфоткуюсь. Не знаю, к Полине Гагариной «Привет, а ты Артур Пирожков?» Ну, да, конечно, бывают такие вот смешные моменты, и всегда, знаешь, до сих пор не понимал, как иногда отвечать на такие вопросы, типа, «А, это ты, например, Милана Филимонова?» И я не знаю, как на это ответить, типа, сказать, как, «Ну, нет!» «Ну, ну, нет!» «Ну, ну, ну, никого не слушай!» Да, кстати, еще иногда ко мне подходили ребята и говорили, «О, привет, ты же это, как там?» «А, сейчас помню!» «А, ноу-ноу-ноу!» Вот так вот, я такая, «Да, меня еще Тася зовут!» Они такие, «Точно тебя Тася зовут, да!» Вот, ребят, если вы не знаете имя Тася, то «ноу-ноу-ноу!» Да, всем привет, меня зовут «ноу-ноу-ноу-ноу!» Крутая, вот, вот, «Made in Russian!» Часто спрашивают, «Ты успеваешь ходить в школу?» «Ну, пока что шестой класс, пока что все, в принципе, понятно, легко!» «Сейчас базовый предмет, там, как знаешь, по типу геометрии, алгебры, физики, ничего нету!» «Первый раз в шестой класс!» «Все получится у нас!» «Нет, да, все успеваю, стараюсь, но, конечно же, школу я так часто пропускаю, иногда, когда мама пишет к классному руководителю, «Та и сегодня не будет!» «Та и сегодня не будет!» «Та и сегодня не будет!» «Будет!» «А потом, «Та и сегодня будет!» Она такая, «Ой, как хорошо!» «Через час, «Та и сегодня не будет!» Ну, да, иногда бывают такие дни, знаешь, когда вот после съемок, там, после, знаешь, таких... «Та и сегодня не будет!» Знаешь, таких очень масштабных, таких очень веселых, и потом, знаешь, вот чуть-чуть энергия пропадает, и вот иногда хочется вот поспать немножко, потому что вот когда даже съемки хорошо, я рано-рано утром встаю, и я вот одна из первых должна приезжать. Вот, и это не всегда очень хорошо, ну я потому что хочу спать, там, поспать, вот, но стараюсь там пацать в машине. И вот после съемок хочется просто посидеть, там, поспать дома, вот, и иногда мама пишет такая, вот были съемки, Она сегодня придет, поспит и потом придет Вот так вот Но учительница, моя классная руководитель всегда очень радуется Когда я прихожу школу, она такая Ой, Тася, ну давай к доске, а то вот оценок у тебя вообще нет У меня, примерно, во втором триместре Я немножко так запустила учебу Вот, ну я не просто Он такой, знаешь, был таким ярким Я вообще не успевала учиться Вот, и у меня буквально по обществознанию Я прихожу, у меня по обществознанию Оценок не было, а я как раз забыла сделать домашку По ним после съемок, после выступления, точнее Вот, я прихожу, учительница такая Ой, Тасячка, привет Ну давай, пока ты в школе есть, надо ловить момент Давай, отвечай И я такая, нет, я не знаю ничего абсолютно Вот, я потом получаю в итоге три И, ну, я, слава богу, как ты исправила эту оценку Ты только что говорила про школу А как одноклассники относятся к твоей популярности? Кто-то тебя хейтит, надеюсь, что нет Наверное, такого не бывает И кто-то хорошо относится Короче, давай рассказывай Ну нет, на самом деле Вот в пятом классе меня очень-очень так сильно бурил класс Прям весь мой Я не знаю Я уже думала перейти в домашнее обучение Но я понимаю, что я перейду на домашнее обучение То вся моя досциплина и, в принципе, школа Просто, ну, я просто перестану учить Потому что я, ну, я не тот человек, который вот придет И вот сразу сядет там ровненько там После уроков ровно сядет Так и начнет делать уроки прям время-время Ровно час вот так вот Я так не умею Я не умею так садиться и делать уроки У меня и то в 9 вечера мама такая Ты уроки сделала? Я такая Ааа, уроки? Да, да А потом я резко бегу делать эти уроки Поэтому, на самом деле, да Меня очень сильно булили И за все, в принципе Потому что в пятом классе ребята начали расти Ребята мои одноклассники Начали расти, начали осознавать то, что я достаточно медийная Вот Видят меня в соцсетях Даже когда сидят там в шорцах Или еще где-то в лайке Видят меня постоянно Видят, что там много просмотров Много подписчиков И они приходят такие Ой, звезда пришла И я приходила такая Привет Привет, ребята Я как-то прихожу в школу Прихожу в класс Говорю такая Привет, ребята А они такие И со мной И я такая И никто со мной Потому что такая Ребята, что такое? Как у вас дела? И все такие Потом подбегают мои подружки такие Байкот встроили Я такая Ну и ладно Ну и сидите Не молчите Не разговаривайте Вот Но сейчас Я очень рада этому Что все наладилось Сейчас ребята Осознали, что Видели себя Достаточно некрасиво И Ну так Неприятно Мне было достаточно Я приходила прям со школы Часто плакала Такая Прихожу такая Ну мама Даже Против меня даже Группу создавали Против Таи Там еще что-то Меня там обсуждали Но они один раз спалились Они в группу класса Где я была Написали Там одна девочка Написала Ой, а меня Ребят, добавьте меня В группу против Таи Я случайно удалилась И все такие Ты что? Удали сообщение А я успела все это просмотреть И я просто скину Такой, знаешь Смайлик с улыбочкой И вот такой вот смайлик И вышла из сети Вышла из группы Просто и все Но сейчас все наладилось Но я рада, что ребята Осознали, что неправильно Себе вели И сейчас все хорошо У меня и подружки Мы классно общаемся Там компашка с девчонками Вот Поэтому Сейчас все наладилось Слава богу Я без запинки скажу Что ты уже настоящая звезда О, спасибо Ты все равно продолжаешь учиться Конечно В творческом направлении Да Как все вообще У тебя дела Какие сейчас педагоги, кстати, у тебя Да, я сейчас Конечно же Мне вот Мне только 12 лет И несмотря на медийность Конечно же Нужно всегда есть Куда расти Неважно в каком возрасте Всегда Тем более в моем юном Мне еще Ого-го Сколько работать И сколько трудиться Над всем Моими там ошибками Где-то неправильно В каких-то моментах Когда я пою За машинку печатную Садись И все Да, сейчас я хожу на вокал У меня прекрасный педагог И сейчас я заметила Как я Так достаточно выросла в вокале Стала намного профессиональной Уже стабильно пою Правильно В правильных позициях Вот Поэтому спасибо большое Моему педагогу Мануэл, привет Спасибо вам большое Хожу сейчас тоже на танцы Чтобы Я тебе уже говорила Что у меня такая мечтает Сольный концерт И все такое И конечно же Чтобы для этого Нужна физическая такая Ну как бы так скажем Форма Подготовка И конечно же Чтобы даже На обычных выступлениях Я не могу просто Вот знаешь Просто стоять там Около стоечки Или просто с микрофоном Стоять и петь Я так не могу У Курского вокзала И мне вот всегда хочется двигаться Я всегда выступаю там С танцорами моими любимыми Мы танцуем Делаем классные номера Меня там Понимаешь Там я падаю Это Там стою на колени Потом вот так вот Толку падаю Там меня там Вот так вот крутят И конечно же Для этого нужно всегда Я хожу на танцы Поэтому Чтобы у меня Дыхалка была хорошая Вот В свободное время Стараюсь там Знаешь Встречаться с друзьями Еще все такое Когда Но у меня почти его нет Ну стараюсь Занимаюсь сейчас Английским языком Ну и конечно же Учусь я больше Учаюсь на съемках Ведь практика Это вот самое Лучшее Что только есть Вот на практике Я учусь Вот даже сейчас Я учусь Знаешь Как правильно разговаривать Как более грамотно Исключаются слова Паразиты И все остальное Вот Опять Вот 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 я учусь Тай Ты развиваешься И как актриса А в каких фильмах Ты уже снялась Чтобы мне На заметочку поставить Посмотреть Ну Один из первых моих проектов Кино Это был Семья Светофоровых Да Я снялась В трех сезонах Вот Потом у нас был Дом Светофоровых Совсем недавно Вот только в прошлом году Прошлой зимой Мы сняли Дом Светофоровых Это продолжение Семьи Светофоровых Спустя пять лет Это были Невероятные эмоции Вот Ну и немножко с другой У меня был Блудный сын Это драма Там надо было плакать Страдать Для меня Это был такой Очень Интересный опыт Ведь Чтобы Все это нужно было Поплощать Мне всегда Я всегда На позитиве Я не умею Так вот Знаешь Резко Вот так по щелчку Заплакать Нет В принципе я могу Но Нужно думать о плохом Вспоминать какие-то Неприятные мне моменты Я помню Когда я снимала С блудным сыном Мой режиссер Владимир Шевельков Он говорил Мне нужно Там была сцена Нужно было рыдать И он такой Он всеми способами Делал так Чтобы я заплакала Он говорит Так Тася Я сейчас возьму Твою маму Заберу И все Я заберу твою маму Я такая Не надо Не надо Вот Ну это конечно Очень круто Но было тяжело А вот если режиссер Тебя не настраивает То как ты сама Настраиваешься Сама Ну самый лучший способ Наверное Вспоминать какие-то Плохие моменты Если нужны живые слезы Нужно вспоминать Знаешь О плохих-каких-то моментах Не знаю Думать о том Что тебя может тронуть И что Знаешь У тебя пошли слезы Чего Ты прям Правда Можешь заплакать Вот Можешь посмотреть Какое-то грустное видео Еще что-то Не знаю Есть много разных вариантов Но когда совсем уже Не может заплакать Есть там Специальные капли И их так вот Ну как бы так делают Знаешь Вот К такому Вот эту вот Капельке Вот сюда В глазу Вот И Оно знаешь Так вот Печет Даже не печет А неприятно глазам И они начинают слезиться Вот Ужас Да И я Мне тоже так так делали Вот помню Но Я помню Такая Не-не-не Я сама уже заплачу Чем вот эту штуку мне делать Вот Ну не Всегда конечно же Круче А это Живые слезы А как твоя популярность Повлияла на твоих родных Ведь Вас в семье Трое Получается Ты из многодетной семьи На мою семью Моя популярность Никак не повлияла Потому что Моя старсестра Развивается Ну вот сама Она там пишет Своя адресские песни Развивается Учится А Артемий Вот Артемий Да Он просто Был в смешной случай Он в принципе Когда куда-то ходит Он говорит Я брата из Комароховой Я брата из Комароховой И вот так вот Я такая Нет И как-то раз Артемий Артемий как-то раз Завел с телеграм-канал Я брата из Комароховой И написал Артемий Скомарохов Брата из Комароховой Я такая И он такой Даже в моем первых кружочках Такой Всем привет Это мой телеграм-канал Я вот Брата из Комароховой Подписывайтесь Будет крутой контент Я брата из Комароховой Но сейчас Он уже взрослеет И Сейчас его уже Сами приглашают Сейчас Он работает На карусели Вошел Это супер Вот Поэтому Вот В принципе Никак не повлияло Вот только на Артемия Я брата из Комароховой Теперь это будет мем Хэштег Я брата из Комароховой И вот даже Мы когда с Артемием Какие-то Как работаем вдвоем Вместе Как корреспонденты Для меня иногда Это так странно Он вот Как знаешь Большую часть Из-за того, что он сейчас маленький А я уже становлюсь старше Всегда интересно Когда маленькие дети Потому что они такие Приколи Смешные И Артемий Большую часть Он работает И когда он Работает больше, чем я И он, к примеру Берет интервью Там делает подводки Еще что-то Я такая А я просто стою рядом Для меня Это так странно Что он Уже взрослеет Его уже приглашают Он стоит Берет интервью А я так просто Как помогалочка Я такая А можно ее? А я такая А я когда буду брать? Тай, ты пока Помогай Артемию Я такая Что? Но я всегда рада Артем помогать Пусть развивается Будет даже круче Если он будет популярнее Меня А насколько вы Вообще Дружны в семье? Все Мы Мы Вы Очень дружные Ладно Нет, конечно Мы очень дружные Мы друг друга поддерживаем Но всегда есть такое Когда, например Прихожу к старшей сестре В комнату Я такая Привет И она такая Тай, выйди пожалуйста Из комнаты А мне иногда хочется Знаешь Я вот всегда У младших Такое бывает Когда хочется побесить старших Я такая А давай поиграем Давай что-то поделаем Она такая Тай, я занята Выйди из комнаты Прям на весь дом Вот, а с Артемием Мы, ну Мы сейчас почти не ругаемся Но иногда такое бывает Когда вот я сижу Просто отдыхаю После каких-то там Знаешь, занятий Или может Когда сделаю уроки Хочу просто посидеть Там отдохнуть немножко Артемий такой Давай поиграем в футбол А он футболист у меня И он постоянно Давай поиграем в футбол Давай погуляем Давай еду Давай поиграем в фифу Еще что-то Я такая Артемий Я хочу отдохнуть И он сразу Ну понятно Все с тобой Вообще Блин Я не Все И вот Ну Иногда ругаемся Тихо Все Мир Дружба Жвачка А мы такие Нет И начинаем ругаться Иногда Ну В последнее время Вообще не ругаемся Я стараюсь Всегда Уступать Артемию Софье Чтобы никаких конфликтов Так скажем Не было Твоя сестра Пишет песни Тебе она что-то уже писала И если писала То какая песня Тебе нравится Больше всего Ну Моя сестра Сейчас большую часть Ну Пишет Свои авторские песни Работает над своим материалом Но конечно же И мне помогает Бывает Вот Песня Которая помогала мне Писать Софье Это Новогодний хит Она писала Куплеты И припевы Как бы у нас была Так скажем Совместная работа Но Считай Новогодний хит Ну Считай Песня Написана Софье Я снова проверяю Кусок Три раз подряд Новый год Каждый ждет своих подарков Тит Мороз Ты готов выезжать Новый год Вот даже на проекте Голос уже не дети У меня в моей песне Рэп-часть была И эту рэп-часть Написала моя старшая сестра Тоже Софья Спасибо ей большое Софья, привет Привет, бро Расскажи про своих друзей Друзей у меня Очень много И с разных Так скажем Сфер И есть Девчонки в школе Есть Сголосы Есть ребята Блогеры Вот И конечно же На разных проектах Вот например Как сейчас Вот мы с тобой встретились Это так классно И вот проекты Какие-то съемки Объединяют Ну а когда есть Свободное время Мы встречаемся Так скажем Отдыхаем Классно проводим время Вот А когда К примеру Вот есть ребята Которые вот Мои друзья Которые живут В других городах Вот у меня есть ребята Не только Которые живут в Москве Но и в других городах И даже в странах Вот Поэтому Когда есть время Мы созваниваемся Общаемся Такие Я говорю Давай ко мне в Москву А они говорят Нет, давай к нам Вот И вот как-то так Сюда получают Ты Часто в тусовке Популярных детей А между вами Возникает Какая-то Конкуренция Нет ли зависти Вот Когда-то такое бывало Нет Такого никогда не было Ведь для меня В принципе Конкуренция Это очень странная вещь Зачем Конкурировать Надо Вот всегда Классно же Когда все между собой Дружат Потом знаешь Вырастаешь И все знаешь Становятся звездами И все остальное И вот Когда приходишь Такой Ой привет Сколько лет Сколько зим Как ты Это же так круто Вот И в принципе Конкуренцию Не понимаю И не воспринимаю И каких-то ссор Когда вот между собой Ссорятся Говорят Вот я лучше Да нет Я лучше Это такого Все классные Все лучше Я считаю Вот Поэтому А между моих друзей Такого нет Потому что все позитивные Все классные Взрослые звезды Иногда говорят Что в шоу-бизнесе Не бывает дружбы А ты как Думаешь В общем Ну вообще Как говорил Кот Леопольд Давайте жить дружно Мы надеемся Что с тобой Такого не случится Но все-таки Придется задать Неприятный вопрос Общался ли С тобой Кто-то Из-за выгоды Ну На самом деле Я не в курсе Вот Потому что Я со всеми дружу И Ну знаешь Когда вот Сфот Там Снять видео Но я это воспринимаю По-другому Я это воспринимаю Знаешь Как память Как архив И все остальное Вот Может быть Кто-то и общался Со мной Из-за выгоды Но я не знаю Может быть Может быть И на данный момент Есть люди Которые со мной Общаются Из-за выгоды Но я просто Не замечаю Вот Но я очень надеюсь Что никто Не общается Это точно не я Ну естественно Но Про это же речь Не идет Ага Ты че Тай Ты из тех детей Которые сами Уже Хорошо зарабатывают А как у тебя дела С финансовой грамотностью Я лично Не занимаюсь Финансовой грамотностью А занимается Моя мама Еще мой брат Артемий Хорошо считает Деньги Вот Мани-мани Мани-мани Но у меня есть Банковская карта Моя И там Мама Там Закидывает Иногда Деньги Все такое А я такая Так Проверю Есть деньги Пип Оплата пройдена Я такая Так И друзья такие Давай еще раз проверим Я говорю Ну давай Я покупаю Какую-то еще штучку Такая Опять прошла оплата Еще Так Так И у меня такое ощущение Какая-то безлимитная И вот так вот она Как волшебная какая-то А потом когда-то Раз Оп Оплата Ну все Нет денег Типа Недостаточно средств Я такая Алло мам Она говорит Я говорю У меня денег нет Можешь положить на карту И мама такая В смысле Я только недавно клала Кучу денег Ну вот поэтому Как-то так А давай проверим А давай проверим Бам Мама Где моя карта Китай А у тебя есть Что-то такое Чтобы ты очень Хотела купить На что ты копишь Но пока Не можешь Я тебе сказала Уже наверное Каждый миллион раз Что хочу Сольный концерт свой Но для этого Нужно такая Достаточно Много финансов Вот Ведь нужно Иметь большую команду Профессионалов Которые хорошо В этом разбираются Хорошо Чтобы сделать Настоящее шоу А так Я в принципе Сейчас ни на что не коплю Откладываю иногда деньги Потому что Думаю такая Вот В лет 16 Начну копить деньги Там куплю себе машину Квартиру Трым-прым Я вот больше Об этом сейчас думаю Вот Потому что У меня все есть Я Мне сейчас пока что Ничего не нужно Вот поэтому Но если не считать Шопинг Какие-нибудь Покупка новых сережек Браслетиков Еще что-то То да Я уверена Я уверена Что для многих детей Ты кумир А у тебя есть Какие-то звезды За которыми ты следишь На которых ты равняешься Да У меня есть такие Это Я тебе говорила уже Это Полина Гагарина Тетя Поля Да Тетя Поля Корейская группа Blackpink Наверное Егор Крид Это Это Егор Крид Это Егор Крид Вот Но Наверное Еще из кумиров Это Из зарубежных Это Джей Ло Шакира Майли Сайрус Вот что-то такое Вот А И еще Ариана Гранде Вот Тай Ты Очень классная Девчонка И я думаю Что тебе Достаточно Много раз Признавались В любви А Сама ты уже В кого-то Влюблялась Нет Мне никто Сейчас На данный момент Не нравится И Ну не знаю Может кто-то Влюблялся Еще что-то Но Я так скажу Ну так Привет Мило говоря Отшивала Просто говорила Давай Давай дружить Знаешь как это Мультик Ребята Знаешь как Леди Баг Там Как его Зовут Маринэд И Эдриан Эдриан Леди Баг Вот это Маринэд И Эдриан Эдриан Просто Знаешь Как буквально Закрывал глазом И все Такое Мы друзья Ну вот Я сейчас Пока что Так Но мне сейчас Никто Не нравится Поэтому Как-то так О чем Ты сейчас Мечтаешь Что бы Ты хотела Чтоб С тобой Случилось В ближайшее Время Очень Хочу Чтобы вот В ближайшее Время Меня пригласили Я очень мечтаю Сняться в каком-то Сказочном кино Хочу В какой-то Сказке Снять Где принцессы Что-то такое Знаешь Что-то по типу Может быть Как премийских музыкантов Или что-то По типу Летучего корабля Вот Знаешь Такие вот сказки Наши русские Которые Олицетворяются Потом Как знаешь Как в кино Как в фильм И это очень интересно И мне Уже давно Очень мечтаю Наверное В след 5 Когда я была маленькая Кино тогда Ну сказки Не снимали Вот постоянно Были мелодрамы Комедии Знаешь Как и сейчас В принципе Вот А сказок Ну тогда Почти не снимали И я вот С самого детства Мечтаю Сняться Вот знаешь Вот есть фильм Пеппи Длин и Чулок И хочу Чтобы вот Как сейчас Знаешь Какое-то интересное Хочу вот Пеппи Длин и Чулок Чтоб Я в принципе Очень похожа на нее Поэтому Если кто-то смотрит Это Вот здравствуйте Я готова сняться Чтобы я была Пеппи Длин и Чулок Очень хочу Для меня это прям Достаточно Очень заветная мечта И наверное Это выпуск альбома Моего сольного Полноценного И как я тебе уже сказала Мне кажется Уже миллиард раз Сольный концерт Я желаю тебе Чтобы у тебя Все получилось Спасибо И давай Мой Давай мой заключительный вопрос Как ты думаешь Почему Именно ты Точно звезда На самом деле Я Не считаю себя Как бы знаешь Вот звездой Я считаю Что Знаешь Не боли Ну да Потом знаешь Есть много ребят Которые потом Знаешь Болеют Звездные болезни Все что такое Я звезда Я звезда Я такого не люблю И я Ну знаешь Могу только ради рофла Это сказать Как знаешь Как рофл Просто типа О я звезда Знаешь Как это я видел Снимала Буква Н Вот На самом деле Я не считаю себя звездой Я просто считаю себя Наверное Просто классной девчонкой Вот Которая работает над всем Над всем И которая Работает Которая трудится И идет к своей мечте Вот так Тай У нас в программе Есть такая рубрика Которая называется Камера мотор В ней мы хотим раскрыть Героя нашего интервью С неожиданной стороны Но давай Я готова Так как ты у нас певица То в рубрике Камера мотор С тобой конечно же Хочется спеть Давай Поэтому сейчас Я тебе покажу Несколько фрагментов Музыкальных конечно же Из фильма Приключений электроник А мы с тобой Споем их в другом жанре Я тебе помогу Ну отлично Куплеты Ты у нас зачитаешь В стиле рэп Воу А припевы Мы с тобой Исполним вместе Как тебе идея? Ну идея супер я считаю Давай попробуем Погнали Вью Вью на месяце апреля В старом парке тает снег И веселые качели Начинают свой разбег Позабыто все на свете Сердце замерло в груди Только небо Только ветер Только радость впереди Только радость впереди Взмывая 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 В старом парке тает снег Крылатые качели Крылатые качели Летят 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 Тай, мне кажется, у нас с тобой получилось очень классно. И, кстати, наши друзья, компания «В балансе» создаёт игры для психологического здоровья всей семьи. У них здесь есть вот такие вот карточки, которые называются «Вопрос дня ребёнку». Их разработала психолог и блогер Вика Дмитриева. Сейчас я предлагаю тебе достать одну из этих карточек и ответить на вопрос, который написан на ней. Ну, давай попробуем. Так, какой герой мультика или фильма похож на тебя? Почему? Мне кажется, на меня похожа принцесса из мультика «Рапунцель», потому что она такая же очень девочка, которая любит всё, которая пробует и рисовать, и читать, и петь, и танцевать, и, не знаю, короче, пробует себя во всём. Во всех каких-то начинаниях, во всех занятиях. Вот. И второй, наверное, герой – это, наверное, Пеппи Длина Чулок. Потому что она такая же весёлая. Мы даже внешне чем-то с ней похожи. И характером, и, знаешь, тем, что вот мы готовы на всё. Вот, знаешь, и на веселье, и в горе. Короче, всё вместе всегда, чтобы всё было классно, и всегда готовы на все начинания. Носки у тебя не разные сегодня? Нет? К сожалению, нет. Если бы я сегодня знала, чтобы такой образ, я бы надела разные носки. Эти карточки мы, конечно же, тебе дарим. Спасибо. Спасибо большое. А ещё, чтобы ты всегда оставалась такой же красоткой, мы подарим тебе вот такой вот пакетик от Просто Косметикс. Держи. Косметика. Вот это мы любим. Спасибо большое, Гуся. Спасибо, что сегодня меня пригласила. Мне было очень приятно с тобой пообщаться, что мы с тобой встретились. С тобой обнимись. Давай. Давай. Опа. Спасибо тебе большое, очень рада была тебя видеть. Мне кажется, выпуск получился очень позитивным и интересным. Питяня. Давай. Сталь, ну ты точно звезда. Спасибо тебе огромное, что сегодня пришла к нам в гости. Ну а вы, дорогие зрители, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал ТВ Деток. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok